В нарушителе валютного законодательства предусмотрены значительные штрафы. Причем срок давности по административной ответственности сохраняется до двух лет. Какие ошибки дорого обходятся участникам валютных операций? Есть ли возможность в суде оспорить либо снизить размер штрафа? Ответим на эти и другие вопросы прямо сейчас. Расчеты резидентов с работниками нерезидентов наличными деньгами. Несмотря на то, что судебная практика изобилует делами о незаконности выплаты заработной платы нерезидентам РФ наличными деньгами, многие работодатели продолжают рассчитываться с работниками подобным образом. Почему нельзя выплачивать наличкой заработную плату нерезиденту? Расчеты между резидентом-работодателем и нерезидентом-работником – это валютная операция. В валютном законе проведен закрытый перечень случаев, при которых компании-резиденты могут рассчитываться наличными деньгами с нерезидентами физическими лицами. И в числе разрешенных ситуаций не предусмотрен расчет с работниками наличкой. Налоговики штрафуют нарушителей до 100% от суммы незаконной валютной операции, то есть это размер выплаченной зарплаты. Суды далеко не всегда заменяют выписанный штраф, на предупреждение. Заработную плату нерезидентам нужно выплачивать безналичным способом – через банковские счета в уполномоченных банках, либо электронно перевести денежные средства. А наличкой можно рассчитываться с иностранцем, который постоянно проживает в России. Возврат резиденту денег за невезенные в Россию товары Бывает так, что внешнеторговая сделка не состоялась, а резидент оплатил в радрес нерезидента деньги за товары, работы, услуги. Тогда он обязан вернуть их в Россию. Если этого не сделать, то резиденту грозит крупный штраф. Какие сроки должен быть обеспечен возврат денежных средств? Сроки возврата прописаны во внешнеторговом контракте, заключенном между резидентом и нерезидентом. Например, в одном из судебных споров резиденту не был поставлен товар стоимостью 16 тысяч долларов США. В контракте на этот счет была оговорка, что при нарушении срока поставки либо при расторжении контракта продавец обязан в течение пяти дней вернуть всю сумму предоплаты. Но продавец этого не сделал и таможня оштрафовала резидента покупателя. Сумма штрафа рассчитывалась как 30% от невозвращенной предоплаты в долларах, приведенных в рубли по официальному курсу Центрального банка. Суд не принял доводы резидента о том, что он не знал о такой обязанности. Ведь незнание закона не освобождает от ответственности и не снизил размер штрафа. При возникновении сложных ситуаций в процессе любой деятельности важно незамедлительно решать возникающие вопросы. Консультация по вопросам валютного законодательства от компании «Роско» — это залог положительного разрешения правовых задач, аннулирования угроз и избежания возможных проблем в перспективе. Для получения помощи наших специалистов позвоните нам по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через формулу обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Неполучение резидентом на свои счета выручки от нерезидента. На резидента возлагается обязанность по зачислению на свои банковские счета иностранной или российской валюты за переданные нерезиденту товары работы услуги. Игнорирование этого требования может очень дорого обойтись организацией. Так, одна из российских компаний была наказана на 17 млн рублей штрафа. Компании резидентом был заключен внешнеторговый контракт с турецким покупателем, нерезидентом на поставку продовольственных товаров. Товар был передан турецкой стороне, а деньги за оставшуюся часть стоимости товара так и не были получены резидентом-продавцом на банковские счета в Уполномоченном банке. Столь внушительный штраф компания резидент пыталась оспорить в апелляции, но судьи не изменили решение нижестоящего суда. Компании не были предприняты никакие меры по взысканию денег от контрагента за поставленный товар. Проведение расчетов, минуя банковские счета в Уполномоченных банках. В валютном законе проведен закрытый перечень ситуаций, при которых резиденты могут зачислять деньги на свои зарубежные счета, минуя Уполномоченные банки России. Операция по зачислению денежных средств по торговым контрактам не входит в разрешенный перечень. Тем не менее, резиденты по торговым контрактам забывают об этом. Результатом такой забывчивости является штраф в размере 68 млн рублей. Чтобы избежать судебных разбирательств и последующих огромных штрафов, нужно вовремя обратиться к специалистам за получением профессиональных консультаций. Непредоставление налоговикам подтверждающих документов по валютной операции. У резидентов, которые имеют счета в зарубежных банках, прокерские счета, зарубежные финансовые активы, возникает обязанность сдавать отчет о движении денежных средств налоговикам по установленной форме. К нему прикладываются подтверждающие документы, банковские выписки или иные документы, подтверждающие сведения, указанные в отчете. Какой срок резидент должен сдавать отчет в налоговую инспекцию? Сроки сдачи, а также порядок предоставления отчета указаны в правилах, утвержденных правительством. Не позднее 30 дней по окончании квартала. Так, одна компания не сдала вместе с отчетом подтверждающие документы, за что поплатилась штрафом в 40 тысяч рублей. Суд также не увидел повода для уменьшения штрафа. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему и юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с Роско! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова